Александра Азова 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 не в Хельсинге, то есть это эксклюзивная вот такая здесь представлена выставка на нашей земле. И мне очень хотелось, чтобы жители Эстонии, которые тоже обладают очень тонким вкусом, тоже порадовались, которые, может быть, не смогут поехать в Лувр, или не могут поехать в Италию, Мадрид, в Испанию, или много выставок также Бруно Бруни и его друга-художника Эдуардо Ароя, который испанец, проходил тоже в Соединенных Штатах и во многих городах Европы. И мне хотелось просто сделать такой акт доброй воли, чтобы вот такой замечательный художник сам посетил Эстонию, посмотрел на культуру страны и сам также привез свои удивительные работы. Он делает замечательную графику, у него замечательные картины и скульптуры удивительные. Также в последнее время Бруно Бруни занимается эксклюзивной мебелью из полудрагоценных камней. Это и бразильские полудрагоценные камни, оникс. То есть это, можно сказать, сравнить это с хозяйкой Медной горы. Вот как мы представляем, у него удивительное, талантливое воображение и замечательные руки. Поэтому мне хотелось привезти его в Эстонию. Александра, эта выставка вообще имеет огромную биографию, очень богатую. Она была выставлена во многих странах. Да, основная студия господина Сеньора Бруни, она находится в Ганновере и в Италии, где он живет. Он, кстати, живет в таком замечательном живописном месте и долгие годы являлся соседом господина Поворотти. То есть у них забор рядом. Вот, очень богатая культура. И он творит и в Италии, и в Ганновере. Но эта выставка действительно, она уникальна тем, что она называется «Рука к руке», «Hand to hand». Потому что она соединяет в себя работы двух художников с мировым именем, которые работали долгие годы вместе. Они очень большие друзья. Но, к сожалению, вот сегодня, 4 ноября, господин Ароио не смог приехать к нам. Поэтому Бруно Бруни и его супруга приехали одни. Они поселились здесь, Келлио, великолепны в Занке Фалии, наслаждаются ранней эстонской зимой. Мастер Юженский, он поделится с вами впечатлениями об эстонии? Да, он очень теплый человек. Он очень любит людей. Он очень мило шутит. У него замечательный вкус. И он очень любит жизнь. Он замечательно относится к животным. Хочется просто рассказать, что он где-то в рекламе увидел несчастных животных в Румынии. И позвонил туда, ему контейнером привезли собаку. Это теперь их самое любимое животное. То есть, представляете, из Румынии в Италию взяли собаку из приюта. И вот это целая была история. Вот замечательное доброе сердце. Помимо его многогранного таланта, и у него уникальная коллекция дома. Когда я была в его рабочем кабинете, то есть вот здесь представлены замечательные цветы и листья. И когда я пришла в его студию, то я увидела на столе засохшие цветы и листья. То есть он человек, который пишет с натуры. Он сидит и ваяет. То есть у него удивительная коллекция. И он замечательный человек. И я очень рада, что он согласился и принял такое решение посетить Эстонию и поделиться своим частичкой, свое искусство. Потому что у него огромное наследие, и это только часть его и его друга Эдуарда Роя, в которых очень богатая история. Они пережили очень много эпох. Их искусство базируется на Второй мировой войне. Они видели Европу в руинах, видя восстановление, видели до 1941 года. Поэтому я думаю, что кто посетит эту выставку, не останется равнодушным. И будет очень глубокие впечатления. Также здесь представлены каталоги этой выставки. И мы надеемся, что люди обязательно сюда придут и получат большое удовольствие эстетическое, художественное и человеческое. Александра, огромное спасибо вам за выставку, экспозицию выставки, которую мы сейчас можем видеть. И которую мы будем посещать. Как раз ожидаются праздники, Рождество. Это прекрасный подарок Таллине, его горожанам и гостям. Спасибо. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok